Эта авария случилась на одной из главных улиц города. Десятилетняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на неё в буквальном смысле налетел автомобиль. Ребёнок чудом остался жив. Уже вечером этого же дня телесные повреждения получил ещё один подросток. Он шёл рядом со своим велосипедом, но подойдя к пешеходному переходу, решил пересечь дорогу на двухколёсном транспорте и угодил прямо под колёса машины. В данном случае виноваты оба участника движения. Один, который не пропустил пешеходный переход, и велосипедист, который не спешившись начал движение по нерегулируемому пешеходному переходу. С начала лета в Урае произошло уже три аварии с участием детей. В одном случае пострадал пешеход, в двух других – юные велосипедисты. Всего за этот год в первом нефтяном зарегистрировано шесть подобных ДТП. Ребёнок, передвигающийся на велосипеде – это такой же участник дорожного движения, который должен соблюдать определённые правила и неукоснительно им следовать. О соблюдении правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции регулярно говорят на разных встречах с подрастающим поколением. В Лангипасе эта миссия возложена на Светлану Евсюкову. Старший лейтенант ещё и трёх лет не работает в ГИБДД, но уже знает, как научить ребёнка уважать всех участников дорожного движения и при этом самому оставаться бдительным и соблюдать установленные правила. Большая работа проводится в детских садах, в школах, то есть обучаем с раннего возраста детей правилам безопасности дорожного движения, воспитываем грамотных, умных участников дорожного движения. Как итог работы, в Лангипасе с начала года не зарегистрировано ни одного факта ДТП с участием детей. Нулевой показатель по количеству аварий и в самом малом городе Югры. Инспекторы Покачей также связывают такие результаты с активной профилактической деятельностью. Мне объясняли правила в садике, в школе нам объясняли на уроках. Дома мне родители всё время говорили, и я с ними учил правила. Несмотря на то, что я катаюсь на роликах, я не могу быстро снять ролики и переодеться в обуви, перейти дорогу. Мне надо взаимодвить скорость и посмотреть по сторонам, чтобы перейти дорогу. Сегодня большую тревогу у сотрудников госавтоинспекции вызывают средства индивидуальной мобильности или СИМы, которые становятся популярными среди детворы. Передвигаясь на таких устройствах, ребята зачастую не знают элементарных правил езды по улично-дорожной сети. К ним относятся электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, электроскеты, моноколеса и другие устройства. Разрешенная скорость движения лиц, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, составляет не более 25 км в час. Сотрудники госавтоинспекции Когалыма проводят на тему профилактические беседы, разъясняя ребятам основные правила движения. Самые активные пользователи электроустройств теперь знают не только, где лучше кататься на таком транспорте, но и делать это безопасно. Во-первых, нужно кататься одному, чтобы также не упасть в самокат, нужно одевать защиту. Нельзя ехать на очень быстрой скорости. Если вы будете ездить на быстрой скорости, вы можете кого-либо сбить. Переходишь, пришел на переход, нужно слезать с самоката. Но главная роль в вопросе безопасности детей на дорогах отводится все-таки родителям, говорят автоинспекторы. Именно взрослые становятся для ребенка примером поведения на проезжей части. И неважно, переходишь дорогу или находишься за рулем машины. В семье Томильцевых к этой теме подходят ответственно, особенно при перевозке детей в автомобили. Для каждого здесь оборудовано свое место. Для малышки – автолюлька, для девочки постарше – специальное кресло. Еще для одной красавицы – бустер. Ну а самая старшая использует уже ремень безопасности. Дети относятся с пониманием. Есть, конечно, небольшое недовольствие. Начинают периодически жаловаться, кому-то давит, кому-то неудобно сидеть. Но в процессе движения все успокаиваются, все прекрасно понимают, что безопасность главнее всего. Я отношусь к этому только положительно. Детские удерживающие устройства и кресла, они все нужны, необходимы. Статистика показывает, что в случае ДТП шансов получить травмы гораздо меньше, если у тебя есть специальное кресло. Эксперты утверждают, соблюдение правил дорожного движения в 90% гарантирует безопасность на проезжей части. А значит, жизнь и здоровье детей на дорогах во многом зависит от взрослых. Ольга Ускова, Александр Усков. При содействии коллег из Когалы, Малангипаса и Покачей. Наши города.